Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас шоу «Волейбольный созвон» и сегодня Паша будет звонить Денису Земченко. По легенде, наша медиакоманда совместно с чемпионат.ком снимает фильм о годовщине завоевания последнего трофея Белогория, а это Кубок Вызова, где Денис был капитаном. А также во время разговора будут появляться фразы, которые Паша должен обязательно употребить в разговоре. Алло, Зем, привет! Слушай, есть у тебя пару минут нет тут по делу? Да, конечно, говори. Слушай, да со мной сейчас связались ребята тут с медиа-отдела нашего. Они снимают, значит, с чемпионат.ком совместный фильм, посвященный годовщине победы над Кубком Вызова, типа. Вот. И сейчас вкратце я тебе сразу объясню то, что они хотят там к тебе приехать или чтобы ты приехал тут в Белгород, знаешь, там в космос все дела. Вот. И я вот сейчас сам, знаешь, только с ними разговаривал. Они там поспрашивали про там Кубок Вызова, про финал и всякое такое. Вот. Про то, как там Петров учил нас материться по-итальянски перед игрой. Вот. И, ну, что ты вообще, как ты вообще думаешь? Я готов сотрудничать, но я слава представляю, как я могу приехать в космос. Ну, там, может, знаешь, там под плей-офф или еще что-нибудь. Вот. Ну, опять же, это там будет после сезона, знаешь, там или весной, там в мае, вот что-нибудь такое. А, если это будет в мае? Ну, это, это пока что весь, это через год же как бы собирается годовщине. Вот. И, ну, там, может, не знаю, знаешь, может, там пошутить где-то, можно будет сказать, что лучше псид играл или, ну, не знаю, что-нибудь такое. Вот. А, да, да, давай замотим. Вообще беспокойно. Вот. Про там, про нашу раздевалку можно будет там рассказать, как мы вот пиццу с ананасами, помнишь, после Победы кушали? Что-то уже выпало из головы. Да придумаем что-нибудь, конечно, что-нибудь веселенькое расскажем, да. Да. Или, как вот помнишь, там, у них же тоже, когда мы на разборе были, и когда там Ковач там, ну, он там запуливал шутки всякие, типа, там, про вшей жить лучше и всякое такое. Ну, вот это всякий балаган, который там был. Ну, реальный кабан, ну, что сказать. Ну, Ковач реальный кабан. Я так и сказал им. Так, хорошо. Давай подведем итог. Они хотят это снимать через год? Да. Нет, они планируют выпустить это через год, начать снимать, как бы, сейчас. И планируют тебя вот послесезонно или приехать к тебе, знаешь, там, интервью с семьей, там, знаешь, они там хотят еще к Гуцу поехать. Ну, тогда он еще шипленький, конечно, был. Вот. Но сейчас спланируют уже поехать и Гуцу. Не знаю, он тебе там писал или нет. Они хотят по России путешествовать, да? Ну, да, да, да. Причем говорят, что, вообще, говорят, что там какие-то еще и, типа, англичане будут какие-то замешаны. Ну, типа, они хотят, знаешь, там, про волейбол снимать, ну, с чемпионатом Ком. Вот. Для них там тоже. Они путешествуют на машине и все дела, знаешь, там, по леводорожному движению и, в общем, снимают кино этот. Да, вообще без проблем. Давайте запечатлим микро-юбилей. Победа или футки вызова. Ну, да, такой. Ну, юбилей, ты же понимаешь, большая дата, там, последний трофей Белогория все-таки. Да, 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 там, договоримся с ними. Допускай выходят, даваем смело мой номер, вот, что-нибудь придумаем. А ты уже отснялся или перебил? Не, не, мне пока просто связались со мной, сказали там про про даты, когда приехать и попросили, вот, знаешь, тебя узнать. Ты, как капитан, все равно был. Так как у нас ребята медиа тут с нами работают, знаешь, они, вот, попросили меня тебя спросить, как ты просто думаешь, чтобы связываться там, не связываться дальше. Да, да, я думаю, без проблем. Они еще могут сейчас, ну, я так понимаю, что Перин же вернулся в Новосибирск, причем не на следующий сезон, а я вот только что прочитал новость на спортбизнесе, что закрыто, перед закрытием трансферного окна, то есть он, получается, на этот сезон, что ли, уже приедет. Да, вот он же вроде как в Кулу должен был приезжать сейчас, мы же сейчас в Туле тут с Новосибирском. Ну вот, это для них-то вообще пушка, они могут и в Новосибирске гонять. Да, да, вот тут ребята тоже себя тоже кивают сейчас мне, что давай-давай, типа, что Гордон надо тоже записать. Он же говорят, что там русский подучил сейчас. Вот они, они с Перин вообще хотят на машине до Новосибирск поехать обратно. Ну да, правильно, лучше вообще на Перин взять полоску и коня подгонять. Не, ну они как бы что-то интервью записать, знаешь, то, что как там Перин себя чувствует в России. Да они как на самокатах пускай едут. Да, да, я согласен-то, дурость совсем. Да, вот, молодцы ребята, конечно, молодцы. Ну вот такие дела, в общем-то. Ну, мы предложим, кстати, может быть, на Мальдивах всё-то снять. Соберёмся после сезона, полетим на Мальдивах, соберём там софтах Белогория и так всё поговорим об этом. Я вообще, я только за, а тем более, если они ещё нам оплатят билеты. Зачем им тратить на бензин, когда можно потратить и нормально всё сделать? Пацаны говорят, на автобусе, на клубном можем поехать. До Мальдива дорога сейчас. Ну, если я только сделать дневного амфибия. Да. Вот, в общем, такие дела. Ну ладно, Денис, я был рад тебя слышать. Рад, что ты... Да. Рад, что ты ответил взаимностью, в общем, с тобой там свяжутся ребята дальше и уже обсудим уже ближе к делу там. Давай, да без проблем, конечно, с удовольствием. Всё. Всё. Давайте, удачи вам там, рад был видеть, слышать. Удачи нам. Мы с вами играем в следующую игру. Так мы... А-а-а, мы сегодня играем в завтрашнее с Новосибом. Готовимся. Там реально центральный лызик, реальный кабан. Ну всё, всё ладно. Тогда не отвлекаю подготовки. Чак-чак привести? Да, обязательно. Всё хорошо, договорились. Всё, давай, пока. Давай, до скорой встречи, пока. Денис, мне безумно стыдно, но никакого фильма пока что не будет. Возможно, кстати, чемпионат ком услышит это и соберётся силами с режиссёрами из Англии и сделают всё-таки нам фильм. Но пока что никуда приезжать не надо. Это всё было в рамках подготовки к матчу классики отечественного волейбола. Вот, поэтому мы ждём вас тут. Хорошей дороги на машине.